Привет, привет! Мы сейчас находимся в магазине МТС, покажите МТС. Рядом со мной Анна. Анна, поздоровайся, помахай. Очень, очень плохая, очень простая история такая получилась, и сразу непростая. Девушка обратилась в магазин, купила, покажите, что вы купили? Купила телефон. Это что за телефон? Apple? iPhone XR, да. Вот, девочка буржуй, она купила себе iPhone, но в кредит, в кредит. Как будто бы настоящий буржуй. И в чем суть? На самом деле, все в принципе понятно, оформили кредит, все одобрили, но сделали страховку. Страховку. И сделали страховку на, насколько я понимаю, на 40 тысяч, да, там? На 29. На 20, а, на 30 тысяч, да, на 30 тысяч. В принципе, в принципе, вопрос решается легко, потому что вы когда купили? В ту пятницу. В ту пятницу. Вот, в принципе, документы какие, да, вот какие у нас есть, сейчас приложу вы здесь, посмотрите, пожалуйста. Страховка. А еще сразу вам ссылочку на закон, который отменяет. Дело в том, что по этому закону от Центрального банка можно в течение пяти дней отказаться от необязательной страховки. Это как раз необязательная страховка, от нее можно просто отказаться и не потерять ни рубля. Это в рамках закона. И тогда человеку гораздо меньше придется платить. Не все об этом знают, но мы как раз вот из-за этого решили встретиться и вам рассказать. А сейчас мы просто зайдем, спросим у человека, почему так получилось, что договаривались на одну страховку, а получилось две. Вот и все, без руганий, без скандалов, просто спросим. Здравствуйте. Насколько я понимаю, вы, да, молодой человек? Здравствуйте, да. Мы не ругаться, мы без злобы, без агрессии, без ненависти. Мы просто зафиксируем. Продали девочке этот, как его, айфон? XF. Опять ничего у вас покупал. Да. А там? Да, да, да. А там просто, насколько я понял, договаривались на одну страховку, а получилось две. На 30 тысяч. Как так получилось? У нас тут банк не вязал, страхование еще не там, на 180 тысяч. Ну, мне банк отключили 14 880. Я пришла домой, посмотрела документы. Вот, а там страховок на 29 тысяч. То есть стоимость телефонов. Мы застанем документы 16 880. Давайте. Просто как, а банк, почему так банк навязывает? Как можно вообще от этого избежать? Есть рассрочка. 0% переплаты. Я ее оформляю, банк старается всячески извлечь из этого какую-то выгоду. Я понимаю. Поэтому он навязывает страховки. Девушке он позвонил и сказал, что либо берете страховку, причем страховка завысила сумму на 1200 рублей в месяц. То есть если мы посчитаем... А кредит на год брали или на сколько? На 2 года. На 2 года. Я, кстати, девушке сказал. Да-да-да, она говорила, она призналась, что вы говорили, что можно страховке отказаться, это понятно. Просто у нас вопрос, почему их две оказалось, а не одна? Психически это очень тяжело, когда смартфон 50, а в итоге 100. Понятно, понятно. Там 92 тысячи начинают. 100? Ну да, выходит со всеми выплатами, под конец я должна заплатить 105 тысяч. Скажите, как так получилось, почему все-таки, как нам это понимать? Вы подставили девочку нашу или это они подставили? Я предупредил, что банк... Я понял, я понял. Но я имею в виду, в итоге, когда у нее на руке получилось 2 полиса, почему так получилось? У меня. Кто не досмотрел? Да, кто не досмотрел? Вы или она? Ну, банки я навязал в страховке. Я предупреждал, она с ними согласилась. Я сказал, что в течение 14 дней можно от них отказаться. То есть тут... Там даже в 14 полисах прописано, в 14 дней, да? Ну, по закону. По закону 5 дней, минимум 5 дней. Если вы платишь вот этого, первые взносы, там можно отказаться. А вы, наверное, уже сразу сняли, нет, с кредитом? Ну, пока, пока, да, потому что это понятно. Просто смотрите, вот этот страховок, ежемесячная сумма там была 3000 рублей ровно. То, что банк добавил плюс 1200 рублей в месяц с владежью. Я понял, скажите, а... То есть это 28 тысяч рублей. Чтобы мне или ей там больше потом не попадаться на такую уловку, что нам нужно сделать, куда смотреть? Ну, оказывается, от страховок банк. После? После совершения сделки или... Ну, там мне как сказали, что либо берете страховку... Либо ничего не получите, либо ничего, да. Ну, там одна была. А вторая как появилась? Вторая как бы... Мы за вторую никак не можем понять за второй страховку. Нет, есть там страховка... У нас просто с собой нет. Значит, мне он добавили две страховки. А зачем две? На друга скажет, да, сделаете? Нет, просто когда вы ко мне подошли, вы сказали, что согласились только на одну страховку. Да, да. То есть на вторую сам беженец. А вот и она не в курсе была. Надо просто претензию будет написать, что и сюда, и туда. И посмотреть, что ответят. И здесь, и там. Тогда уже с этим... Потому что это нельзя так... Это нельзя так вот просто взять и человеку ни с того, ни с того, и там еще одну страховку попарить. Данных в анкете как-то? Фиксируется ваша подпись? Ваши данные? Фиксируется? Вот, надо будет посмотреть. Сотрудника подпись приема там. Все, пройдем, есть ли у вас? Конечно, я понимаю, что, может быть, вы не случайно подписались. Но вот надо посмотреть именно в анкете. О, какие они, а? Анкета где? Анкету нам надо посмотреть. Анкета на... Заявка на кредит, который вы оформляли. И подписывала Анна у нас. А, анкеты нет. Анкеты не подписывали. А можно распечатать нам, пожалуйста, вот электронную? Но это не то. Мне именно понимать. По страховкам. Вы затребовали две страховки или нет? Нам вас обвинять или нет? Понимаете? Вот в чем вопрос. Мне именно анкету увидеть. Там есть у вас о подписи или нет? То есть, к тем двум сработкам я никакого отношения не имею. Анкету, если отправляли в банк, то в банке должны дать. Да, когда будешь писать заявление о том, что вы отменили, попроси еще как раз анкету. Ознакомиться с копией анкеты. Они не должны это дать. Там такой формат, вот объясняю обычно, да, анкета. Вот формат. И вот там есть такие графы, где данные твои заполняются. Цели, работа, сумма дохода, там еще что-то. А, да, заполняли же на такую анкету. Ну да, она отправилась в банк. Ну и заполнили. Ты подписываешь? Нет, не подписываешься. Нет, я не подписываю. Просто в этом канале? То есть вообще ничего не подписываешь? Я понял. Ну это можно, можно не подписывать. Анкету может просто делать тот, кто оформляет эту запросу. Ну все, в общем разобрались. Финансовые потери будут поменьше, кроме кредита. Кредит небольшой. Ну, тут нормально. Смартфон нравится? Да. Ребята тоже нормально тут. Все нормально. Особых претензий пока никому нет. Когда разберемся, кто нам навязал страховку, тогда не будут претензии. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо за везет. Ну и все. Всем спасибо. Принимайте опыт и не переплачивайте трижды за страховку. Пока.